добрый вечер всем после выхода вчерашней программы на телеканале украина по поводу чернигавских школьниц мне пришло очень много смс сообщений и очень много комментариев и очень многие просят меня прокомментировать ситуацию то что происходит сразу хочу сказать что я не следователь я не юрист не адвокатные и участвую только лишь в этой ситуации лишь потому что в первые дни только когда видео вышло меня попросили помочь матери которая которая якобы никто не помогает на нее оказывается давление и в том чтобы она забрала заявление из милиции затем я как я уже писала я нашла этих школьников я с многими из них говорила почему я это делал многие мне задают вопрос чисто как человек общественный деятель волонтер и вообще как мама как как человек желающий помочь другому человеку потому что эта ситуация она не такая нетипичная не повседневная возможно да каждый день происходят и грабежи и убийства истязания и так далее но но речь идет о детях и подруг о подростках которые тем более девочка которая вели себя не просто жестоко а просто по-звериному вот вчера вышла программа говорить говорить украина где участвовал в качестве эксперта на программе участвовали все участники это это почти все участники этого события но вот сегодня мне уже письма пришли что люди посмотрели и многим возмущены что вот как такое может говорить психолог и и слова вы сейчас отправили в тюрьму как такое может происходить это ее не они отправили она себя себя туда отправила я согласна абсолютно с вами я на программе высказывала и защищала сторону потерпевших к сожалению многое в программе урезана к сожалению и я категорически не согласна с дамой почтенного возраста психологом психотерапевтом которая выставила девочку на середину комнаты и сказала что могут вы хотите ее убить я категорически с этим не согласна потому что если ее простить это значит нужно забрать заявление это значит она не понесет наказание и не только она не знаю почему именно вот за нее так взяли потому что там еще были участники этой так сказать трагедии это были еще другие девочки эти были окружающие школьники которые не менее не менее несут ответственность потому что это для меня это соучастие в преступлении потом я получила очень много писем о том что многие женщины которые тоже в юношеском возрасте подвергались истязаниям со стороны своих школьных сотоварьев ну не товарищей одноклассников там с теми с кем они учили в школе и многие находят до сих пор находятся в травматическом таком состоянии из-за того что из-за воспоминаний из-за той ситуации когда когда-то произошла и я могу сделать вывод только в этом в том что люди но вы не должны спокойно к этому относиться вы не должны молчать нужно говорить об этом нужно писать об этом нужно добиваться своего и не бояться никаких угроз со стороны кого-либо потому что безнаказанность именно безнаказанность создает вот такие вот ситуации что касательно спрашивают почему я позволяю своим комментаторам своим подписчикам писать что нужно посадить там в колонию растерзать убить там повесить и побить тех кто это делал но послушайте каждый проецирует эту ситуацию на себя то есть у многих есть девочки дети такого возраста и каждый себя представил на месте этой матери полину били не по-детски это не дети обилие и у нее ногами в голову то есть один удар ногой может мог бы закончиться летально для этого для этого ребенка и последствия этой трагедии еще никто не говорит и к сожалению никто не знает их потому что это и чувство страха и чувство обиды и чувство боли и непонятно что будет дальше с психикой этой девочки и других девочек которые были также на программе еще многих мы я думаю не знаем с которыми происходило то же самое я очень восмущена это мало сказать мне сына вот буквально об этом с сыном своими вот буквально на несколько дней назад об этом говорил оказывается его в школе хотели побить но он отбился как он говорит но все-таки это мальчики мальчиков немного все по-другому хорошо когда наши дети имеют возможность допустим учиться в частных школах это мало происходит обычные школы это особенно там трудные какие-то там далекие районы где живут там люди которые там раза на заводах работают там которые многие из которых допустим там пьют и неблагополучные семьи и вот у них на районе как правило не для кого секрет и не хочу обидеть никакого ни одного простого человека но но у них чаще всего происходит там и грабежи и убийства и драки и и так далее я считаю что нужно беречь своих детей не говорить с ними это происходит все от чего от агрессии от агрессии от злобы от того что родители между собой возможно ссорятся ругаются выясняют отношения отец может мать бить или мать может приводить каких-то мужчин которые бьют мать либо обижают детей вот агрессия из-за этого может быть мне также написали о маме этой маши что она тоже избивала в детстве своих школьных товарищей и вот одна женщина писала что она стала жертвой ее фактически я не думаю что это фейк потому что люди многие отписали в комментариях что с каждым из них из многих происходило вот это мы и и отцы писали о своих детях и девочки писали о себе в школьном возрасте я знакомых то есть всплыли очень много историй как выходить из этой ситуации как выходить из этой ситуации но люди должны следить за своими детьми должны работать школы преподаватели и окружающая среда также имеет большое колоссальное значение на программе сказали что общество виновата в том числе возможно часть общества виновата вот если говорить лично обо мне не считаю себя виновной я веду себя адекватно при том при всем что мне тоже иногда хуй меня бывают пороки агрессии мне хочется кого-то послать когда на кого-то наорать это у меня бывает в общем то но я стараюсь себя сдерживать и те подписчики и люди которые находятся у меня в друзьях они знают что я очень редко могу там грубо с кем-то поговорить бывает но это очень крайне редко также воспитывала своего сына мой сын я уверена что никогда не на кого не поднял руку не на кого там не толкнул не не ничего плохого не сделал да у него он не идеален и у него были такое что он мог там с кем-то поссориться обозвать кого-то у нас были с него разговоры и так далее и тому подобное касательно приговора для этих черниговских бойцов я к сожалению этого не решаю я знаю что этим занялись очень серьезные люди и никто на самотек эту ситуацию не пустит я лично мое личное мнение что если не колония то у сровность условный срок кто это какая-то психиатрическая клиника потому что я как психолог как профессионал считаю что у этих детей которые участвовали в этом избиение у них нарушена психика но я бы еще проработала этих детей которые стояли вокруг потому что наблюдать улюкать радоваться тому что происходит перед тобой перед твоими глазами это совершенно ненормально и я бы не осуждала тех людей которые требуют расправы но слушайте бывает просто в эмоциях люди могут сказать потому что люди понимают и знают что такой случай вот это вот эта трагедия могла закончиться просто смертью этой девочки поэтому будем следить за событиями я буду узнавать держать всех в курсе мне само интересно чем это все закончится и я надеюсь что эти школьницы понесут соответствующее наказание я очень надеюсь потому что люди ждут этого потому что если этот случай окажется безнаказанным то это будут очень серьезные последствия после этого со стороны тех же школьников и людей других которые на все это смотрят поэтому ждем продолжения берегите своих детей берегите себя и разговаривайте со своими детьми чтобы у них меньше было свободного времени увлекать их чем-то и пожалуйста учить их доброте еще вот спасибо 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 Продолжение следует...